МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Цель проекта, ну, во-первых, я бы хотел рассказать о том, что есть проблемы среди тех учащихся, которые заканчивают школу, например. Они пытаются определиться с тем, какую профессию им дальше иметь, и на какую специальность идти учиться, в какой университет вообще. Проект как бы позволяет рассказами живых людей, специалистов, найти ту сферу, которая была бы интересна любому человеку. А откуда вы знаете, что есть такая проблема? Вы сами себя помните? Я сам себя помню, да, но мне больше всего повезло, потому что я выбрал специальность, которой до сих пор работаю. Но среди моих знакомых очень многих есть люди, которые либо поменяли потом специальность, когда они уже учились, либо они в процессе обучения поняли, что это вообще не их. Либо есть такие, ну, выпускники 11-10 классов, которые вообще не могут определиться, кем они хотят дальше быть. Нет никаких приоритетов? И мне кажется, вот сейчас с ЕГЭ, сдают ЕГЭ, и по количеству баллов определяется институт, такое ощущение у меня. Что вот ты туда не попал вроде бы, куда хотел, а куда попал, куда попал. Или порой учителя решают за детей, а как бы направляют, и ребенок так достаточно бездумно. Да, вот конкретно проект о работах, он предназначен для того, чтобы частично решить эту проблему. На этом интернет-сайте мы собираем рассказы живых людей, специалистов в своей сфере, которые уже работают определенное время, не месяц, не два, конечно, несколько лет, возможно, на своих специальностях, и которые могут рассказать уже... О специфике, да? ...плюсы, минусы, какие-то подводные камни, которые могут ожидать в будущем тех людей, которые выбирают эту специальность. А какие специальности представлены у вас? Очень многие. Творческие, рабочие специальности, например, специалист шильного завода, есть ребята, которые художники и монументалисты, то есть разукрашивают церкви, там, вот такие вот интересные. То есть вы... Есть фотографы, программисты, то есть разные специальности, и все это живых людей, которые реально работают на этих специальностях. Мне вот интересно, а если кто-нибудь... Вот мы с Ильей творческие работники, работники театра, Я бы с удовольствием взял у вас интервью и разместил на сайте. А если кто-нибудь рассказывает о работе ведущего или актера? Еще будут обязательно. А мне вот все-таки интересно, специалисты больше говорят о плюсах своей работы или как бы, ну и о минусах тоже? Мы им задаем вопросы абсолютно разные, то есть пытаемся выделить и плюсы, и минусы. То есть где-то зарплата маленькая, где-то какие-то условия, может быть, плохие, чтобы это было на самом деле очень полезно. А мы, кстати, прямо сейчас можем воспользоваться, и Константин может задать несколько вопросов времени о профессии. Прямо обратное интервью. Вдруг кто-нибудь захочет пойти. А у меня еще один вопрос. А спрашиваете ли вы этих специалистов, какими качествами должен обладать абитуриент, чтобы попасть именно в программисты или в художники-монументалисты? Что нравится, какие предпочтения у вас есть? То есть вопрос, который задаем почти всегда, это довольны ли вы тем своим выбором. То есть не жалеете ли вы того, что пошли именно на эту специальность? Но большинство людей отвечает, что нет. А как давно существует ваш проект? Он существует недавно. То есть сейчас у нас на сайте не так уж много историй, но мы стараемся как бы развиваться. То есть сейчас около 30-40, наверное. А отслеживаете вы, как много народу заходит, отсматривает, читает? Какие-нибудь отзывы собираете уже? Собираем. Пока на самом деле не очень много, но как бы стараемся развиваться. А какая может быть самая удивительная профессия, на ваш взгляд, представлена в вашем проекте? Может быть, вы познакомились, совсем недавно узнали, да? Ну вот одно из самых последних интервью, которое мне понравилось, это человек, работающий журналистом, кстати, в полиции. То есть очень-таки интересная специальность. То есть такой пресс... Да, 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 который ездит с камеры на всякие выезды, преступления и так далее. Вот любопытно, что он рассказал из плюсов этой профессии. Я думаю, лучше зайти и почитать, он в одной из первых. Хорошо. Ну, наверное, обязательно и мы так, и будущие работы соискатели так и сделают. Спасибо вам большое. Нет, мы с удовольствием рассказали бы и о нашей специфике, как-нибудь обязательно пообщаемся, если вам будет интересно. И вот, знаете, еще какой момент хочется узнать у вас. Константин, собирали ли вы какие-нибудь предпочтения? То есть вот, например, когда я заканчивала школу, почему-то было очень модно среди абитуриентов выбирать либо экономический факультет, либо юридический. Вот сейчас какие больше приоритеты у молодежи? Ну, к сожалению, пока не могу сказать. Не знаете, да? Статистикой не занимались? Нет, статистикой пока не занимались. Просто вы так выбираете самых и самые любопытные профессии? Стараемся выбирать, да, любопытные, разные, то есть из рабочих специальностей, из творческих и так далее. То есть чтобы разнопланово все это было представлено. Ну что ж, мы желаем вашему проекту удачи. Спасибо. Да, и надеемся, что он поможет. Самого доброго утра. Спасибо вам тоже. Спасибо. 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 Спасибо.